От имени Совета ветеранов Сахапкинского сельского совета я выражаю вам сердечную признательность и благодарность, что вы нашли время, нашли возможность прийти сюда в этот день памяти Искобии, к памятнику. И замечательно, что у нас есть место, где мы можем поклониться тем, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Я хочу начать свое выступление несколькими словами известного писателя, поэта Константина Симонова, бывшего военным корреспондентом газеты «Красная звезда», и сам был на фронтах и видел собственными глазами. Тот самый длинный день в году своей безоблачной погодой. Он обрушил на страну беду на всех, на все четыре года. В этих словах он еще говорит и о том, что даже через 20-30 лет живым не верится, что они остались живы. И вот эти краткие строчки говорят о том, насколько жестокой была война, насколько было тяжело, что многие, вы, наверное, знаете, особенно старшее поколение, у кого отцы вернулись с фронта, что они не могли и не любили рассказывать о годах войны. И это было очень тяжело. Вот так очень тяжело и сейчас, наверное. У меня отец погиб на фронте, и сегодня Вячеслав Викторович подходит, говорит, вам, дитя, войны, то есть тому, у кого отец не вернулся с фронта, это мы, 12 человек сельского совета, первые получили такие удостоверения. И уже из наших рядов многие выбыли и ушли в мир иной. Так вот, я хочу сказать, что отец погиб 23 мая 44-го года, защищая и освобождая Украину. Он похоронен в село Тернова, в Волынской области, недалеко от государственной границы. И у меня сейчас всегда, когда смотрю передачи по телевидению, сжимается сердце. Неужели возможно, чтобы над памятью, над могилами наших отцов глумились эти молодые неофашисты, националисты? А ведь для них нет ничего святого. Это для них, отдали за них, чтобы им жилось хорошо, чтобы они родились и выросли в свободной стране. Наши отцы отдали свою жизнь. Они это не считают их подвигом. Они не считают это каким-то достоянием. И теперь постоянно глумятся над могилами советских бойцов, солдат, кто отдал свою жизнь за их процветание, за их отечество, за Украину. Для них это пустой звук. Продолжение следует... Продолжение следует...